Все вы знаете, в какой трудной ситуации сегодня оказался Моргенштерн. На данный момент он, скорее всего, находится за пределами России. Но долго ли он сможет не возвращаться на родину? Наверное, не так уж и долго, ведь тут у него остался недавно купленный огромный особняк и целый автопарк, а также пара-тройка бизнесов. Конечно, он вернётся, вопрос только в том, как его встретят. Сейчас ситуация в стране для рэп-индустрии не самая лучшая. Государство плотно взялось за музыкантов, и мы боимся, что вслед за Алишером страну могут покинуть многие известные артисты. В этом видео мы поговорим как раз-таки про таких. Но перед тем, как мы начнём, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Face. Иван Дрёмин известен своими оппозиционными политическими взглядами. Начиная с 18-го года для всех это стало очевидно. Ведь свет увидел его новый релиз под названием «Пути неисповедимы». Там Face жестко проходился по политической ситуации внутри страны. И практически протестовал в художественной форме. Я знаю, бездность – это кроссы на двоих. Мы делили то, что делишь в одно... Не будем забывать, что он выступал на митингах, например, в защиту Телеграма. В общем, Face уже давно противопоставляет себя власти, и многие его последующие релизы так или иначе несли в себе социальные темы. В наше время, когда текст трека может стать причиной для отмены целого концерта, у Ивана есть реальная возможность пострадать. И совершенно логично, что он уже не раз задумывался об эмиграции. Вот его цитата из интервью Дмитрию Гордону. «Я думал, к примеру, про Мадрид. Испания действительно выглядит привлекательно в этом плане. На самом деле много мест, где хорошо. Если бы я переезжал, то я бы хотел такое место, где можно иметь двойное гражданство. И все равно это скорее больше для детей, для того, чтобы им не пришлось участвовать в создании этого хорошего общества, а уже родиться в каком-то развитом обществе. Потому что у нас в СНГ еще надо участвовать в создании общества. И это дело очень сложное, могу сказать по себе». На вопрос о том, что его не устраивает в России, рэпер сказал, что у нас нет свободы слова, гражданских свобод. Цитата. «Тема с какими-то постоянными военными махинациями, военными действиями. А люди не хотят что-то менять, не верят, что что-то можно поменять». Нойз МС. Еще один Иван, но уже Иван Алексеев. Он тоже известен своим противостоянием с государством. Вот только Нойз МС в этом деле настоящий ветеран. Ведь он еще в 2010 году отбывал 10-суточный арест. У него выходило много треков с ярким политическим посылом. Например, Mercedes S66. Этот трек в своем время произвел фурор. Из сравнительно недавних событий можно вспомнить участие Нойза в акции «Я буду петь свою музыку», где он открыто поддержал Хаски после того, как последнего задержали в Краснодаре. А в 2015 году он вот так комментировал задержание группы «Центр». Цитата. В глобальном смысле это означает, что русский рэп стал большим жанром, инструментом влияния. Происходящее с различными рэп-коллективами повторяет историю американского гангста-рэпа первой половины 90-х. Можно провести четкие параллели с группами NWA и Public Enemy. Естественно, для людей, которым приходится пережить неприятные эмоции в камере, это негатив. Но зато это показатель признания. Гос-структуры бы не обратили внимания на каких-нибудь радикальных дэт-металистов, собирающих 15 человек на самых кассовых концертах. Естественно, что мысли об эмиграции посещали и Нойза. Но он немного по-другому отзывается о таком. Цитата. «В такие моменты я начинаю думать о своих детях. Мне очень хочется дать им хорошее образование, сделать разносторонними личностями. Все это не совсем совместимо с дауншифтингом. Я ценю русский язык и русскоязычное культурное пространство. Поэтому ни о какой эмиграции пока не задумываюсь. Понятно, что если бы передо мной стоял выбор, либо камера, либо переезд, я бы выбрал второе. Не хочу из себя корчить героя». Сода Лав. Казалось бы, Сода не тот артист, который исполняет политические песни или выступает на оппозиционных митингах. Но он все равно задумывается о том, чтобы покинуть нашу страну. Все дело как раз таки в том, что сейчас происходит с Моргенштерном, на которого как будто бы открыто начали охоту государственные структуры. Влада в первую очередь беспокоит то, что музыкантов обычно начинают привлекать к суду из-за их текстов. А ведь сейчас почти нет ни одного трека, где не было бы хоть одного упоминания запрещенных веществ. У 600 и Лав так точно. Практически каждый трек наполнен разными метафорами и аллегориями на этот счет. На последнем эфире Владислав открыто сообщил своим фанатам, что он уже готовит документы, но пока что возможно только для длительного путешествия. Не, реально, сейчас что-то прям к артистам очень жестко начали применять какие-то штуки и вообще не круто. Поэтому пацаны, я еду делать документы. Ооо. США? С. США? В смысле, все уже? Ну да, а что делать-то? Когда думаешь переезжать? Ну я маякну, короче, вообще, пацаны вам, типа, по конкретике, здесь не буду об этом говорить, но, короче, как мысль та, которая в голове, ну прям, помню, повестка дня, и вообще, типа, прям, что-то весь день-то разгоняем, и что-то вообще отстойное. Ну да, и, ну как будто, знаешь, и так собирался поездить по миру, посмотреть, что происходит, и поучиться чему-то новому, а тут, знаешь, так, такие обстоятельства, и как будто бы это, как будто бы это все неспроста, понял? Да шарю, конечно, сейчас сам думаю поездить. ЛСП Олега ЛСП тоже вряд ли можно назвать оппозиционным исполнителем, ведь у него нет каких-то ярких социальных текстов, он немного про другую музыку. Однако, буквально несколько месяцев назад исполнитель попал в непростую ситуацию, где был замешанный Роскомнадзор. В сентябре группе ЛСП пришлось удалить трек-номера со всех площадок. Ранее стало известно, что 17-летняя школьница из Зеленограда выпрыгнула из окна в прямом эфире в Инстаграме, при этом на фоне играла песня ЛСП. Кроме того, спустя несколько дней стало известно о похожей ситуации, произошедшей в Краснодаре, также под трек-номера. Конечно, в государственных органах сразу же началась проверка, и чтобы избежать каких-либо обвинений, группа решилась на единственно правильный поступок – удалить трек отовсюду. Казалось бы, на этом вся история и закончилась, но не все так просто. Можно вспомнить, что Роскомнадзор уже блокировал треки и клип ЛСП. Например, был удален клип «Монетка», а трек и клип «Тело» долго и тщательно проверяли. Правда, он до сих пор доступен для просмотра и прослушивания. В любом случае, у ЛСП есть реальные шансы тоже попасть под новые ограничения, и это может стать причиной иммиграции. Оксимирон. Янович – это человек с интересной судьбой. В его случае иммиграция, конечно, тоже возможна, но она, наверное, наименее вероятна по сравнению со всеми выше приведенными исполнителями. Все дело в том, что Окси вернулся в РФ как раз-таки из-за иммиграции, ведь он долгое время жил в Англии. Тем не менее, Мирон тоже активно участвовал в политической жизни страны, и его даже задерживали на митингах. Можно вспомнить и акцию «Я буду петь свою музыку», во многом организованную именно им. Но мы не думаем, что Мирон в скором времени уедет из страны. Это, конечно, возможно, но согласитесь, что если бы он хотел это сделать, то давно бы уже вернулся в Англию. Ведь там у него есть и связи, и возможности. Не знаем, будут ли надзорные органы проверять его новый альбом на наличие запретных тем, но мы надеемся, что его выпуск все же не потревожит никого сверху. Инстасамка. Пару дней назад прокуратура Свердловской области направила в Роскомнадзор просьбу проверить выступление и тексты песен Инстасамки. Консервативные активисты увидели в них пропаганду разврата среди несовершеннолетних. В заявлении председатель правления Елена Жгутова перечисляет несколько видео с концертов, где видно, что Дарья вывела на сцену несовершеннолетнюю девочку и исполнила вместе с ней липсиха и факт. Также активистка обращает внимание на присутствие в зале других подростков. На выступление артистки в Екатеринбурге было возрастное ограничение 16+. Другое шоу Инстасамки пытаются отменить в Сургуте. Депутат местного городского собрания обратился с этим требованием в прокуратуру. В общем, мы видим, что Дарью тоже активно пытаются отменить, как и Алишера. В своем последнем интервью для журнала Elle она сказала примерно следующее. Цитата. «У меня в России все замечательно, не знаю у кого как, но у меня все хорошо». В общем, это можно считать комментарием по поводу ситуации вокруг Алишера. Мы видим, что Инстасамка из страны уезжать не собирается, но это только пока. Это подтверждают и слова ее концертного менеджера. Вот еще одна цитата. «Мы ничего не пропагандируем, мы выступаем на концертах, делаем шоу. То, что СМИ говорят насчет несовершеннолетних, это относится исключительно к организаторам выступлений, а не к артистам. Наше дело приехать, выступить и уехать. Мы ничего не пропагандируем, ни в текстах песен, ни на концертах». Скайли Милана. Если Скайли вдруг и решит покинуть страну, то уж точно не из-за своих треков. Все дело в том, что сейчас государство активно взялось за отлов и наказание киберпреступников. А ведь Скайли Милана неплохо так популяризировал это дело. Конечно, сейчас он вряд ли занимается скамом, но ведь когда-то он промышлял этим довольно усердно. Уже сейчас власть взялась за тех, кто зарабатывает себе на жизнь интернет мошенничеством. Например, буквально недавно в Екатеринбурге следователи поймали двух киберпреступников. Они искали жертв на Авито и похищали у них средства с банковских карт. Злоумышленниками оказались два школьника из благополучных семей. Подросткам грозит до шести лет лишения свободы. В общем, вот такой список у нас получился. А кого вы бы сюда добавили? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...